Библейский портал экзегет.ру представляет Книга порока Осия, портал Экзегет, священник Алексей Волчков. Стих первый. Не радуйся, Израиль, не веселись, как другие народы, Ведь ты блудил, отступив от своего Бога. Ты полюбил получать плату на каждом гумне с хлебом. Не радуйся, это есть слово, которое может быть главным, наиболее характерным для всех сочинений пророков. Пророки об этом говорят. Не радуйся, о Израиль, потому что ты виноват. Не радуйся, о Иуда, потому что ты согрешила. Бог призывает своих к ответу. И у Бога для вас есть тяжелое, горькое слово. Это слово однажды приведет к тому, что и ты, север, и ты, юг, будете захвачены, депортированы, потеряете свою землю. Что тут имеется в виду в этом стихе? Почему не веселиться? И где веселились люди в те древние времена? Есть такое мнение, и стих сам подсказывает нам, что, вот видите, гумно здесь, когда гумно фигурировало в древней жизни, древнего человека, древнего иудея, когда собирали урожай. Вот урожай собран. Гумно, место, где выбивается зерно из колосья, вступает в дело, и возникает пора очень такого хорошего, доброго, радостного труда. Урожай, вот он, моя цель, лишь его правильно собрать, сохранить и питаться этим урожаем в зимнюю пору, когда нет новых плодов на земле. И вот, видимо, это праздник кущей, знакомый нам из Торы, из ветхозаветного текста. Тут имеется в виду. Итак, вот праздник кущей, сбора урожая. Время законного веселья, когда есть право повеселиться, и само Пятикнижие дает нам основания для этого праздника. Но вот в этот момент, когда люди собираются, танцуют, поют песни, закалывают барашков, устраивают застолье, приходит нехороший гость, приходит пророк и как будто бы говорит, не радуйся, Израиль, не надо радоваться, когда вы радуетесь. А почему не надо радоваться? А потому что вот возникает знакомое нам по Писанию Осии и прочих пророков, возникает знакомое осуждение, знакомый упрек. Ведь ты блудил. Блуд как символ, как наиболее характерное описание чего-то неправильного, чего-то незаконного, противного Богу, неугодного Богу. Ведь ты блудил, отступив от своего Бога. И вот тут, наверное, есть подоплека этого упрека и этого осуждения со стороны пророка или пророков. Блудил, праздник кущий, сбор урожая. И, скорее всего, тут осуждается пророком не просто праздник, праздник уместный, закономерный, а опять же, знакомое нам проникновение благочестия ваалического, ваалого, ваалоцентричного в религиозную жизнь израильтянина. А действительно, у ханонийских народов, у поклонников ваалов и так далее, и астарт, было это в обычае. Ну, это можно даже понять на уровне какого-то такого, некоторого абстрадирования. Почему надо заниматься любовью, сексом во время этих праздников и почему это делали? Ну, все очень логично. Урожай, когда семя бросается в землю, там оно приносит какой-то плод, этот плод рождается, мы его собираем, мы его едим, бросаем в землю опять. На что похоже это? Ну, конечно же, на то, что бывает между мужчиной и женщиной. И мы, чтобы как будто бы этот механизм запустить, помогать ему проворачиваться снова и снова, чтобы не было голода, неурожая, мора, каких-нибудь нашествия мышей, саранчи, мы будем как будто бы повторять этот процесс на наших праздниках. И вот это, конечно же, вызывает осуждение пророков, вызывает осуждение оси. Не радуйся, Израиль, ты блудишь на празднике кущей, а этот праздник уже не является праздником богоугодным. Ты полюбила получать плату на каждом глубине с хлебом. Тут имеется в виду, что ли, наверное, преподнесение какой-то доли урожая ваалом, астартом с каждого из урожаев. Стих 2, читаем дальше. Нет, не признают их гумно и давильня. Молодое вино их отвергнет. Кого их? Тут непонятно, да, требуется немножко пояснить. Не признают урожай, не признают плоды, плодов гумно и давильня. Ну, такой искусственный оборот речи, что тут имеется в виду? Как будто бы приходит урожай, собранные оливки, виноград, собранные зерна. Приходят в гости на гумно, на давильню, и гумно и давильня объявляют им войну, что ли. Мы не принимаем вас, мы вас не ждали. Мы не будем делать из всего этого полуфабриката. Это же полуфабрикат. Не будем делать готовый продукт. Оливковое масло, вино, муку, зерно, то, чем жили тогдашние народы. То есть, и молодое вино. Да, виноград есть, но у вас не будет вина, потому что молодое вино будет как будто бы воевать с виноградом и не получится настоящего отдельного годного продукта. Осия поясняет. Ваши языческие практики не помогают урожаю появиться, а мешают этому урожаю быть на вашей земле. А они не будут больше жить на земле Господней. Ефрем вернется в Египет. Ну, тут меняется мысль, меняется опять тема. Знакомый нам прием, когда мы считаем эти книги. До этого было про урожай, про праздник кущий, про праздники ханаанские. И тут возникает другая тема. Тема, знакомая нам по книге пророка Усии, «Изгнание». Да, вас больше не будет на земле Господней. Вы будете в изгнании. Где в изгнании? Вроде бы на север депортации все шли. В Египет не шли. В Месопотамию шли. Но тут возникает какой-то у нас Египет. Почему Египет? Эта тема поднималась уже в главе предшествующей, главе восьмой. Тут имеется в виду что, дорогие друзья? Имеется в виду то, что как будто бы Бог отменит само событие исхода. Вы для меня будете те, у которых не было исхода. Вы все еще там, в Египте, в доме рабства. Я вас как будто бы не спас. Так нужно понимать наше дальнейшее взаимоотношение. Угроза очень такая серьезная, фундаментальная. Иначе говоря, вы не будете моим народом. Я вас не буду, как мой народ, рождать через момент исхода, выхода из Египта. И в этом смысле третьего стиха. Ефрем вернется в Египет. Во Сирии будут есть они нечистые. Описывается ситуация изгнания. Ситуация очень чреватая для такой бытовой, обыденной жизни каждого иудея, каждого еврея. Чистая и нечистая. Есть такая мысль в Писании, что вот в земле Божьей, в земле Господней, в Израиле, в земле святой, там рождается чистая пища. Правильные животные. Там можно есть правильную, не оскверняющую пищу. Как быть на чужбине? А там быть очень сложно, дорогие друзья. Там нет правильной земли. Там нет правильных животных. Там нет условий для того, чтобы очищать полученную пищу. И поэтому тебя скверно. Осквернение захватывает и порабощает. В этом отношении жизнь в Осирии и в Египте, она очень печальна. Она очень в отношении религиозном, культовом, она очень неправильная, дискомфортная. Ты как будто бы весь погружаешься в скверну. Как можно ее снять? Для этого есть жертвы, для этого есть храм. Но где храм? Храма нет, потому что ты на чужбине. Храм далеко. И в этом отношении так именно описывается усиний тяжесть депортации, тяжесть плена. Стих 4 читаем дальше. «Не принесут Господу возлияние вином, не будут ему приятны их жертвы, хлебом горя для них станут. Кто ест эти хлеба, осквернится, и хлеб лишь для них самих не войдет он в дом Господа». Ну, такой немножко путанный стих. Какой-то есть хлеб, который оскверняет, не оскверняет. Тут, друзья, что имеется в виду? Система жертв, где есть преподнесение Богу и вина, и хлеба, придет или уже пришла в полную негодность, в полную разруху превращается система эта. В чем эта разруха выражается? А в том, по мнению Осии, что у вас, у северян, нет правильного места для преподнесения Богу даров. Это место есть на юге, в Иерусалиме, а у вас другие места, святилища, да разные себе сделали бы жертвенники. Вы туда приносите свои подношения, мясо, хлеб, вино. Ну, видите, написано здесь «всякий, кто поест, осквернится». Иначе говоря, эти преподнесения даров Богу имеют своим финалом, своим итогом не освящение, а осквернение. Ситуация, конечно же, ужасная, когда жертва не освящает, не очищает, а она оскверняет своего подносителя, своего дарителя. И это все описывается Осией, когда он говорит о современном ему Израиле. Стих 5 читаем дальше. Что вы будете делать в день торжества, в день праздника Господня? Ну, вопрос риторический. Когда будет изгнание, когда будут праздники, что будете делать вы? Где будет ваше святилище, где будет ваш храм, где будут ваши жертвенники? Ответ понятен. Их не будет у вас вообще. Вы будете на чужбине, там ничего этого нет. Система праздников будет разрушена. Итогом всего этого является потеря народам какого-то стержня. Вы потеряете идентичность. Система календаря, система праздников народных, она будет невозможна, она будет нарушена. Итог всего этого пути – ассимиляция, растворение в окружающем народе, в окружающих народах. И все это уже сейчас предписывает, описывает, прорекает пророк Ассия. Стих шестой. Едва успели уйти от беды, Египет к рукам приберет. Мемфис в могилу сведет. Их лучшим серебром завладеют церники. Колючки будут в их жилищах. Тоже такой рифмованный ритм, стих, похожий на рэп-музыку в нашем современном мире. Вот так вот, такими маленькими строчками, маленькими рифмованными суждениями, словосочетаниями. И пророк выступает, возвещает свою весть. Итак, едва вы успели уйти от беды, да, отмахались, убежали от Ассирии, но вот с юга наступает Египет, и вас в Мемфис в могилу сведет. Возникает такая вот перспектива, очень мрачное возвращение плена в Египте. И вот эту угрозу озвучивает пророк Ассия. Окончание стиха шестого, такое немножко постапокалиптическое. Лучшим серебром завладеют церники, колючки будут в их жилищах. То, где раньше была цивилизация, ваши шатры, ваши дома, где были украшения серебро, там будет царство церников, там будет удел чертополоха. Вот все будет захвачено, уничтожено, сожжено, и вот ваши все дома, ваши участки как будто бы захватят, там прорастет сорняки и чертополохи. «Пришли дни расплаты», стих 7 читаем, «пришли дни воздаяния, пусть знает Израиль, пророк стал глупцом, тот, в ком дух безумен, из-за великого твоего нечестия и ненависти великой». Какие-то дни расплаты, какие-то безумные пророки возникают здесь, в этом стихе. Как понимать стих 7? Начнем с пророков. «Пророк стал глупцом, тот, в ком дух безумен». Что тут имеется в виду? Перевод Синодальный толкует стих 7 таким образом. «Ваши лжепророки, о северяне, о израильсяне, они безумны, и в них есть нечестие». Но перевод библейского общества, которым мы пользуемся в нашем разговоре, переводит стих иначе. Действительно, пророк, то есть Осия, ученик Осии, стал глупцом, тот, в ком дух Господень, стал безумцем. Как понимать эти стихи? У вас такие нравы, дорогие израильтяне, такие у вас настроения господствуют, что поведение пророка кажется вам поведением безумца, дурачка, дурака. Так устроена ваша жизнь, к вам посылает Бог человека, к вам посылает Бог пророка, но для вас он как будто бы дурачок, как будто бы безумец. Вот так у вас все устроено. Пророк стал глупцом в ваших глазах, тот, в ком дух стал безумен в ваших, о израильсяне, о северяне, глазах. И это не проблема пророка, не проблема посланца Божьего, это проблема вас, вашего общества. Ефрем надеется на Бога. Но куда бы ни пошел пророк, на пути его ловушки, ненависть в доме его Бога. Ну, развивается мысль, и толкование наше, оно подтверждается, описывается тяжелая участь пророка. Да, вот пророк идет, вроде бы, может быть, даже его зовут, но на пути его возникают ловушки и окружает его ненависть. На словах вы почитаете Яхва, Бога Израилева, на деле вы окружаете ловушками, капканами, западнёй окружаете и ненавистью Божьих посланников. И это поведение выражает суть вашего богопочитания. Глубоко погрязли в преступлениях, как во дни гивы. Он вспомнит об их нечестии, накажет их за грехи. Какая-то возникает гива, нечестие, совершенное в гиве, грех, совершенный в гиве. И нам без комментариев не обойтись при понимании, при толковании этого стиха. И так, конечно же, каждый еврей знал и до сегодняшнего дня знает, а мы не знаем, к сожалению, о событиях в гиве. События в гиве описываются в книге «Судей», где рассказывается об одном из самых больших, огромных нечестий, которое было, наверное, за всю историю Израиля в те времена. Итак, что описывает книга «Судьи», глава 19. Описывает вообще дикую ситуацию. Жил-был какой-то левит. У него была наложница. Наложница – это нечто большее, чем любовница, но меньшее, чем жена. Такая подруга, которая является более-менее постоянным партнером для этого человека. Люди из гивы, неизвестные, захватывают эту наложницу, ее подвергают насилию сексуальному, и она умирает после всего этого. Ну, дикость, конечно же, описывается в книге пророка «Судьи». После всего этого левит находит свою погибшую спутницу, разрезает ее на куски, и каждый кусок отправляет колену, одному из колену Израилевых. Вот, говоря о том, что такое творится, друзья, в нашем поселении, что без вашего участия не обойтись. И начинается гражданская война, которая приводит на грани исчезновения одной из колен Израилевых. Вот, описывается это все в книге «Судьи». И вот, Аси утверждает, что такое творится у вас, израильтяне, что даже в Гиве не было подобного. То есть, ваша мера беззакония превосходит то, что было однажды в городе Гива во времена судей. Вот такое обвинение так ругается автор этого текста. Он обвиняет в страшных вещах современных ему израильтян. Читаем дальше. Это «Слова Бога» начинаются. «Я нашел Израиль как первый плод на смоковнице». Об этом возбещает Бог в стихе 10 этой главы. Бог как будто бы кого-то ищет, как будто бы перебирает разные места, разные народы. И вот он удивился тому, что он нашел. Плод первой на смоковнице – это есть для Бога Израиль. Нам, горожанам, которые покупают продукты в магазинах, в супермаркетах, все это кажется немножко непонятным, каким-то странным это сравнение кажется. Но всем, кто имеет дело с какими-то грядками, полями, садами, этот образ кажется совершенно закономерным и понятным. Они его прекрасно могут прочитать. Действительно, первый плод – это есть то, что вызывает у человека, у работника радость и утешение. Время, когда нужно было лишь пропалывать грядки, дали сеять или ждать этого урожая, грядущего или негрядущего. Это время подходит к концу. Начинается время, когда можно уже радоваться тому, что урожай есть, и можно его собирать. И вот таким вот первым плодом для Бога оказывается сам Израиль. С чем сравнивает еще ищущий Бог свой народ? Как виноград в пустыне. Вот еще одно очень сильное сравнение. Весь мир – это пустыня. Египтяне, ассирийцы, повелоняне – все одно и то же. Это все пустыня. Плода никакого нет. И вот в этой пустыне ни с того ни с сего находится какое-то чудо, какой-то оазис, какой-то виноград. Виноградник в пустыне растет, и это есть для Бога его народ, его Израиль. Конечно же, мы с вами знаем, что виноградник – это есть образ, который пронизывает все Писание до сегодняшнего дня. Мы называем и себя Церковь, Божьим виноградником, который Бог оберегает, возделывает. Ну и, конечно же, в Новозаветном Писании нередко сравнивает Иисус Христос, Божий народ, Израиль, опять же, с виноградником, с виноградом. Читаем дальше. Вот опять возникает знакомая тема, тема ваализма. Начиналось все хорошо, правильно, вы были моими избранниками, вы были моим оазисом в пустыне, но оканчивается все у вас, о Израиль, не самым лучшим образом. Вы посвящаете себя сраму. И вот срам, как до этого мы с вами читали, бесполезное, срам с большой буквы «С», это есть одно из знаменований, которое получает божество Ваал на страницах книги пророка Осии. Ваал есть бесполезное, Ваал есть срам, Ваал есть мерзость, а вы его возлюбили. Подобная ваализация богопочитания кажется автору книги Осии неуместной, опасной и чреватой многими бедами. О них читаем дальше, об этих бедах. Стих 11. «Как стая птиц разлетится слава Ефрема, ни родов, ни беременностей, ни зачатия». И вот то, что начинается в начале главы, рассказ о празднике кущей, о сборе урожаев, о гумне, о блудодеянии, о том, что должно было привести к родам беременности и зачатия. Вот тут выясняется, что все это не работает. Ваш механизм, ваш круг аграрных праздников, которые вы пытаетесь как-то, понимаете, подтолкнуть, развить своими обычаями ханаанскими, все это имеет обратную функцию. Вы, делающие так, поступающие так, не получите ни родов, удачных, здоровых родов, ни зачатия, ни беременностей. Ваши механизмы не работают. Ваал не помогает, не спасает, он вредит, уничтожает и порочит. Читаем дальше. «Даже если сыновей вырастет, не оставлю им ни одного. Горе им будет, когда я уйду от них». Ну вот, конечно же, здесь такие очень сильные слова, которые вызывают грусть. Даже у нас будут сыновья, но они не будут оставлены своим родителям. Конечно же, тут не имеется в виду, мы не можем Бога в этом осуждать, потому что в конечном итоге не Бог уничтожает их, а завоевание, плень, депортация. А причиной всех этих событий является поведение самого этого общества. Иначе говоря, стих понимается так, можно понимать так, ваше поведение, ваша политика имеет своим итогом то, что у вас не будет ваших детей. А до этого, как написано стихом выше, у вас не будут, или будут очень редкими, очень такими нечастными, добрые роды, хорошая беременность и правильные зачатия. «Когда я увидел Ефрема, он казался мне деревом, посаженным в степи». А теперь Ефрем выводит своих детей к убийце. Тоже довольно сильный, мрачноватый стих. Какое-то дерево есть, какой-то есть убийца, убивающий детей. Как понимать нам этот стих, возможно, дорогие друзья. Ну, образ дерева понятен, да, действительно, образ какого-то растения. Раньше какой-то был маленький отросточек, да, маленький побег. Бог его берет, о нем заботится, оберегает от хищников, от зайцев, от каких-нибудь других вредных для растений и животных. Вырастает дерево, как такой могучий божий побег, божье насаждение, божье растение. Но в итоге возникает нечто страшное. А именно, теперь Ефрем выводит своих детей к убийце. Как понимать нам это предложение, дорогие друзья? Тут, вероятнее всего, опять же, имеется в виду какое-то обычай культа Ваала. Культа Ваалов. А этот обычай был, мы знаем это из источников, даже из раскопок. Дело в том, что Ваал был богом очень коровожадным. И он требовал от людей самого ценного, важного, что было в их жизни. Что такое было самое ценное и важное? Да, самая хорошая овечка. Да, самый хороший и добрый бык или корова. Но самое дорогое для человека, конечно же, это есть ребенок, это есть дети, сыновья. Да, и вот на это претендует тоже Ваал. Во имя Ваалов убивали иногда детей. И, конечно же, весь этот ужас. Все это какое-то непонятное что-то вызывает осуждение у Осии. Раньше было то, а сейчас стало это. Раньше вы были побегом божьим, божьим растением. Сейчас вы убиваете своих детей. Раньше вы были божьим виноградом в пустыне. Сейчас вы стали тем, кто не имеет ни родов, ни зачатия, ни рождений удачных и хороших. Потому что вы неправильно себя ведете. Дальше уже вступает в дело сам пророк. Он говорит, воздай им, Господи, чем ты должен воздать. Дай им пустую утробу и иссохшие груди. Пророк говорит нам нечто совершенно для себя типичное, обычное и даже уже нами ожидаемое. Пророк говорит, вам будет плохо. За то, что вы делали плохое, вам будет плохо. Вы своих детей убиваете. Вы отдаете их в жертву Ваалам. Итог всего этого такой. Дети вам не будут даны. Ваши утробы будут пусты. Имеется в виду, конечно же, пустая женская утроба. Без ребенка, без эмбриона, без младенца в утробе. Ваши груди не будут никого кормить. Они будут иссохшие, бесполезные груди. Читаем дальше. За все то зло, что они совершили в Гилгале, я уже там их возненавидел. За их злодеяния я изгоню их из моего дома. Я не буду их больше любить. Их начальники мне не покорны. В Гилгале был один из культовых центров Северного царства. И там совершалось, видимо, то, что описывается выше. Убийства детей. Блудодеяния культовые. Ханана. Ориентированные праздники. То есть, Гилгал – это символ идолопоклонства в Северном царстве. И за это Бог их ненавидит. Требуется маленький комментарий. Почему так часто возникает слово «возненавижу» или «накажу» или «растерзаю» в книгах пророков? Потому что, дорогие друзья, два объяснения. Первое объяснение – сам еврейский язык склонен к таким крайностям. Там нет таких элементов спектра. Там все либо максимальная любовь, приятие и симпатия, либо максимальное отторжение, ненависть и проклятие. Это есть свойства самого библейского химитского языка. Ну, и этим ресурсом, инструментом, языком еврейским вполне себе пользовались пророки, говоря о таких вот черно-белых крайностях. Пророк возвещает о том, что есть либо черное, либо белое. Вы живете в черном. Он, конечно же, все усугубляет, омрачает. Надо жить как белые люди, как божьи люди, как те, которые Бога знают и Ему следуют. Читаем дальше. Заключительные стихи главы 9. «Повержен Ефрем, иссох их корень, не принесут они плода. Если будут рожать, я истреблю все лучшее, что произведет их чрево». Мрачные стихи, тяжелые стихи. Смысл их такой, что корень есть, дерево есть, но корень иссяк, он иссох. Поэтому дерево, оно будет скоро гнить, сохнуть, и оно уже мертвое в своем существовании. Дети их будут убиты в ходе завоевания, нашествия, депортации. Жены их будут рожать редко и с трудом, потому что вы делаете то, что подробно описывается выше. «Мой Бог», — возвещает Осия, — «их отвергнет, потому что они не послушались Его, и будут они скитаться среди народов». Вот печальное окончание главы. Вас ждет изгнание, скитание, потеря своей земли, своей идентичности, своих праздников, своего календаря, своих святилищ, системы жертв, которые очищают и освещают, а не скверняют. Все это вас, увы, скоро ждет. И этими стихами, и сам Осия, и его потомки, переписчики этого текста, другие пророки, размышляют о том, почему же было это событие, катастрофы в Северном Царстве. А вот, видимо, поэтому, отвечает нам этот текст, потому что были плододеяния на праздниках, потому что были неправильные жертвы в неправильных местах, потому что своих детей в жертву Ваалу израильтяне иногда приносили. За все это вас ждет катастрофа, несчастье, депортация, изгнание. Мы читали главу 9 книги пророка Осия, портал Экзегет, священник Алексей Волочков. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.